Девушки отдыхают Смотрите сегодня. Акцизно видно, что россияне думают о неблагополучных семьях и нужен ли России пенсионный фонд. Подробности расскажу в ближайшие минуты. В студии работает Мария Черешнева. Здравствуйте. Девушки отдыхают Но по упрощенной схеме. Одно из предложений, например, мобильное приложение, с помощью которого можно платить с выручки не более 6%. Минфин планирует сократить расходы на здравоохранение и оборону в 2019 году. Ведомство опубликовало прогноз расходов на будущее. Данные к 2021 году на экране. Согласно документу, расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность будут расти. А по ряду статей в сфере здравоохранения и обороны наоборот планируют сокращение. А кроме того, Минфин предлагает отменить льготный акцесс для российского вина уже в следующем году. Суть инициативы в том, чтобы установить единый акцесс как на импортные, так и на отечественные вина и шампанское. Как предполагает проект Минфина, к подакционным товарам отнесут и виноград, используемый при производстве вина. Тем, кто в качестве сырья использует виноград собственного производства, министерство предлагает предоставлять налоговые вычеты. Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, как люди относятся к неблагополучным семьям. Как оказалось, больше половины опрошенных считают, что в их окружении таковых нет. Еще 45% уверены, что неблагополучных семей немного и вообще случаи эти индивидуальны. В качестве критериев называли низкие зарплаты, безработицу и соответствующий образ жизни. Зато респонденты знают пути решения проблемы неблагополучных семей. 24% полагают, что прежде нужно бороться с безработицей, а еще 11% считают, что нужно повышать уровень зарплат и пенсий. Мимо кассы газетами и журналами в России разрешили торговать бесконтрольно-кассовой техникой. Поправки в федеральный закон накануне подписал президент. Контрольно-кассовая техника отныне продавцам бумажных изданий не нужна. Вне зависимости от того, где расположена торговая точка, в отдельном киоске или на прилавке в продуктовом магазине. Кроме того, от применения кассы освободили продавцов молока и воды, не бутилированного, а на разлив. Речь о бочках и автоматах для воды. Бизнес-омбудсмен России Борис Титов предложил ликвидировать пенсионный фонд. Полномоченный по правам предпринимателей считает, что в нынешнем виде ведомство бесполезно, и его функции вполне могло бы взять на себя казначейство. Современные технологии позволяют, конечно, обойтись без таких громоздких, не всегда прозрачных организаций, как пенсионный фонд. Мне кажется, что это уже лишняя организация, которая неэффективно тянет деньги, и поэтому можно было бы от нее полностью отказаться. И напоследок. Российский турист попался на воровстве шуб. Он вломился ночью в один из магазинов Анталии и вынес оттуда одежду на 3,5 тысячи долларов. Туриста, впрочем, быстро задержали. Все происходившее записывали камеры видеофиксации. А на этом у меня все. До встречи. Смотрите эфир и архив записи телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова